Здравствуйте! Медицинский центр «Присма» наш друг и партнер, а мы продолжаем наши прямые эфиры. И, конечно, это наша традиционная рубрика «Подсмотрела, признаюсь, и на видение». И, конечно, наши гости, которых я точно подсматривать не буду, и я, и вы их очень хорошо знаете, это Юрий Чудновский, Сергей Датюк, Тарас Бебешко и Владимир Никитин. Прежде чем спросить, о чем мы сегодня будем говорить, я хочу вам сказать, Юрий, спасибо, что вы вернулись. Наконец-то у нас возник баланс. А то в прошлый раз что это? Двое против одного. Но Сергей сражался мужественно. Ну, похоже, что мое отсутствие сыграло позитивную роль, поскольку количество просмотров увеличилось. Так что тут надо еще сильно думать, что делать дальше. Я не исключаю ситуацию. Три против одного. Это интересно. Кого же вы выберете жертвой? Я хотела бы узнать. Как получится. Так, ну так о чем сегодня говорим? Как всегда, мы начинаем просто со словечек. В начале и в ходе последней избирательной кампании в Украине самым сильным и самым будоражащим словосочетанием было «новые лица». Про новые лица говорили все в телевизоре, про новые лица говорили на кухне. И такое впечатление, что новые лица нас спасут. И вообще вот идея новых лиц стала доминирующей вот во весь этот период выборов. Лишь бы новые лица. Казалось, что все не совсем так. Новые лица сами по себе ничего не решают. То есть, одна характеристика – новые лица счастья не приносят. И вот сейчас год, да, с момента всех этих выборов. Искурс новых лиц сошел просто на нет. Ну не спешите, сейчас вот региональные выборы снова. Ну поэтому-то мы эту тему и сейчас держим. Когда Юра говорит, что сошел, это прежде всего, что за это время, вот еще не полный год, они трижды поменяли идеологию. Как? Трижды. Трижды. Как можно поменять? Как можно? Чего не было. Ну, даже если его нет, но они трижды уже как бы поменяли, они сказали, обозначение идеологии. А-а-а. Трижды пришли. Трижды шли на приступы. А взяли ли крепость, это неизвестно. И была ли крепость. И теперь вопрос состоит в том, а что с другой стороны? Новые лица что? А старые лица являются альтернативой этому. И мы можем болтаться только в этом противопоставлении. Новые старые лица. И это как-то выглядит очень ужасно. Но старые лица мы все помним. Радости не приносило. Новые лица мы увидели, и опять радости нет. Так что, какие же слова или что должно стоять или быть тем, что хоть как-то сдвинет, какое словосочетание или какое слово может сдвинуть сложившуюся мертвую ситуацию хоть в какую-то позитивную сторону. Может случайно подходить к делу? Например, избрать всех выпускников консерватории, например. Или всех левшей. Или всех левшей. Хорошая мысль. Ну, то есть попробовать одно, другое. У нас же же вечность впереди. Это у кого-то вечность? Это у философов, может быть, да? Не знаю. У философов много вечностей. Не одна. Много. Там их много. Ну, еще вот, как бы. И еще так более пунктирно проходила мысль о том, что новые лица – это новое поколение. Новое поколение управления, которое принесет новые мысли и новые технологии, и новые представления, и свою энергию. Вот тут надо сказать, что поколение – поколению рознь. В истории оставляют поколения, которые, условно говоря, беспокойные поколения, которые беспокоят умы и оставляют за собой очень яркий след. Мы говорим про шестидесятников, например. Но при этом мы этот вопрос уже не обсуждали публично. У нас это в публикациях есть. Поколение можно делить по возрасту. Но мы предпочитаем делить поколение по содержанию. И в этом смысле поколение, имея, может быть, возрастное какое-то преимущество, оно включает в себя людей другого возраста, которые так же видят мир или в этом же направлении думают. Они дополняют друг друга своим опытом. И вот это вот чисто психосоциологическое деление поколения Х, И, и так далее, оно очень ущербное. Те же шестидесятники, я с ними входил в жизнь. Там они были очень разного возраста. От пацанов типа Вознесенского до очень умудренных людей, которые уже пережили, но не составляли поколение шестидесятников. Они делали это время. Это было поколение, которое живо переживало желание свободы и живо переживало и в литературе, в искусстве, в других видах искусства. Это очень сильно выплеснулось в науке. Выплеснулось вот это вот желание или воля к свободе и неприятие окружающего мира. Можно, конечно, сказать, что это поколение ничего... Ну, ушло бы, но надо вспомнить, что и экологическая проблематика, и вообще постановка экологических проблем были следствием этого. Домные вещи были. И космос это был их, и ядерное оружие, и ядерное сдерживание это их. Но во всем этом было ядро людей, которые очень живо переживали обстоятельства и сделали мир открытым для нового. Чего нельзя сказать о тысячах других поколений, которые по возрасту прошли и ушли ни с чем. У меня сильное подозрение, что то, что мы ожидали от новых лиц, что они станут новым поколением, не состоялось. Это поколение, или те люди, которые сейчас зашли, не составляют из себя ничего, кроме возрастного отличия от предыдущих. Мы живем в той же ситуации и в той же картине. Нет, я вот тут не соглашусь, а не в той же. Реально, по типу, это поколение, вот можно соотнести с поколением семидесятников. Когда начался застой в Советском Союзе, и мелкое воровство, тыренье такое, да, были крупные скандалы, вы же помните, расстрельные статьи, но ничего нового практически не появлялось. То есть это не, скажем так, это не остановка, даже по сравнению с тем, что было, предположим, 10 лет назад, или 15 лет назад, после помаранчевой революции. Это, наоборот, это откат в еще более глубокие семидесятые. Причем это все обвешивается красивыми рюшиками новых слов, которые, даже не новых слов, а кальками английских слов в русский и украинский язык. Причем смыслы этих слов в русском и украинском были нормальные, это самая цифровизация, да, та же самая, которая сейчас модно называется диджитализация. Вот я только хотела сказать, вы же зазихнули просто на святое. Да, на святое. Но на самом-то деле это, вот то, что они сейчас делают, это EVM. Это не компьютеры, нет. Это не искусственный интеллект, это EVM. Почему это EVM? Потому что ничего нового, кроме технологизации, недоделанными процессами, потому что в отсутствии удержания целостности, и вот то, о чем Африканович сказал, новое, значит, не по формальному признаку года рождения, да, а новое по содержанию. И нового содержания нету. Стремление автоматизировать процессы, автоматизировать процессы, как это называлось в советские времена, было 60-е, 70-е, 80-е. Ничего нового нету, целостности они нету. Тут я просто пример приведу. Я был, это был 60-е годы, конец 60-х, на конференции в Киеве по искусственному интеллекту. И выступал Глушков, который заявил, что никаких средств он на искусственный интеллект не выделит, потому что есть задача автоматизации процессов страны, у него есть поручения правительства, и никаких глупостей типа изучения интеллекта он не допустит. Тогда была эта осу страны идея. Ну, у нас сейчас осу страны свелось к... Африканский систем управления. К государству в смартфоне. Да, к государству в смартфоне, но идея... Не поменялась. Не поменялась. Тут есть еще одно развлечение, которое звучало вместе с новыми лицами. Это еще приговорки про профессионалов и элиту. Были разговоры, что вот новые лица нужны, но все-таки для управления страной нужны профессионалы. Как-то это звучали такие непристойные слова в украине. Что-то я такого не слышал. Что-то это как-то... Профессионализм это... А экспертное мнение, это вообще тетя Клава на лавочке. Растереть. Я и с Тарасом... Вот я и с Ерой, и с Тарасом согласна. Тем не менее, я такое слышал и даже участвовал. Наверное, дома у себя. Где это могло вполне обсуждаться. В риторике, в риторике, они... Есть еще один, если что не выведен. Это был лютый бред, заклеймленный сразу же после проговаривания. Да. Да. И еще... И серебро, что это... Значит, профессионалов, и еще были слова про элиту. Про элиту. И это очень тоже существенно. У нас в обиходном языке слово стало столько всего элитарного. И мебель элитарная, и машины. Машины, например, мне нравятся. Машины элитные. Элитные, евро-шины, вот мне очень симпатичные. Да, причем элитные, даже школы элитарные и так далее. Не-не, круче всего, это элитарные полки в магазинах. Называются элитки. Да. Но вопрос, есть ли в стране элита, формировалась ли она. И новые элитцы, они составляют эту новую элиту. Могут они привести к новой элите? Для меня осталось, ну, не только открытым вопросом. Я точно знаю, что нет. Нет. Попытка противопоставить себя, что мы другие, вы знаете, она есть. Я постоянно слышу в риторике о том, что вот вы все старье, а мы вот молодые, самые прогрессивные, самые правильно думающие, и самое хорошо обученное, а вы ничего не умеете. Это в риторике есть. Но формально, знаете, как на варе шапках горит, чем больше ты говоришь о том, что я новый и другой, тем больше ты такой же самый. Ну, я помню, это было лет 10 назад, 15. Я встречался с аспирантами Киева-Могилянки, которая тогда у нас была местом. Как они сами утверждали, мы будущая элита Украины. Я говорю, ребята, а чего вы решили, что это будущая элита? Ну, во-первых, мы лучше всех знаем английский. Во-вторых, к нам приезжают преподаватели из-за рубежа. Я говорю, это все? Ну, а что еще надо? Я говорю, вы участвовали в проектах создания для страны чего-то? Вы вообще про страну разговариваете? Нет. Так я говорю, на каком основании вы считаете себя элитой? Ну, как же? У нас же Могилянка. Это же самое элитарное учебное заведение. Ну, давай здесь скажем, что в нашем представлении элита – это носитель определенного видения будущего и перспектив. Определенного. А не уровень потребления. То есть, для того, чтобы причислить себя к элите, надо предъявить свое видение будущего. И ничего другого тебя к элите не отнесет. Причем видение будущего, которое, как правило, радикально отлично от настоящего. Грубо говоря, то, которое, по большому счету, порождает футурошок. Если вы берете нечто, какую-то технологию, присобачиваете известно, например, государство в смартфоне, то это точно не будущее. Никого футурошока оно не порождает. Можно про футурошок? Тогда, вот мы, вы тут сидящие, вы есть элита. Вы же поражаете футурошки. Сам себя не похвалишь. Ходишь, как оплеванный. Я же вас, я же вас хвалю. Понимаете, я же. Мы же подводили к этому медленно. Я поняла и поймала мячки. Нет, нет, элита – это не люди. Элита – это определенная позиция. Она может жить на одних людях, может жить на других людях. Она может как-то перемещаться. Кто-то временно может ее занимать, потом утрачивать. И в этом смысле тут надо анализировать, если хотите, ваши подходы. То есть, грубо говоря, элита появляется и узнается почему-то такому, что нет у остальных. Новое мышление, в новых словах, в новых представлениях, в новых дискурсах. Ведь вы обратите внимание, на что было сосредоточено то массовое сознание, которое выбирало новых. На новых лицах. То есть, это визуальное видение медиаперсон на телеэкране. Вот кто, собственно, в представлении большинства стал элитой. Это медиаперсоны на телеэкране. Если ты попал на экран телевизора, ты имеешь возможность попасть во власть. Ты не попал. У тебя должно быть только лицо. Не новые дискурсы. Не мышление. Не неожиданные смыслы. Не новое представление о целом. И здесь бы я ввел противопоставление подготовленных и образованных. Для меня элиту могут составить только образованные. В отличие от подготовленных. Тех, кого учили на что-то. На менеджера, на топ-менеджера, на, там сказать, медиаперсону, которые там у Поплавского пробивались на экран, образованные. Это те, кто имеет собственную картину мира, кто живет в постоянном вопрошении, кто может рассуждать о целом и о смыслах. Мы вели передачу про образование, я только осуществлюсь. Образованные – это те, кто уместны для данного места. Те, которые могут выйти из данного времени. Те, кто опирается на себя, а не на копипаст, про который мы говорили в прошлый раз. А можно маленькое уточнение? Новые лица в Украине и, скажем, новые лица где-то в мире, в Европе, если хотите, в Штатах. Новые лица в Украине – это технология или это действительно какие-то новые идеи? Вы уже говорили об этом, но это же давно так видало. Нужны новые лица, нужны новые идеи. Это неизбежное врождение демократии. А демократия сама? Вот это технология или нет? Технология, конечно. Это технологический прием. Потому что никто из них, может быть, где-то сидят глубоко в бункерах. Нет, я допускаю, что кто-то. Где-то может есть. Но те, кто выступает, те, кто предлагает, те, кто обсуждает, никто не предложил ничего нового. И теперь, смотрите, вообще и в этом лозунге «новые лица» тоже нет ничего нового. Поскольку всегда и везде существующая власть, идя на перевыборы, ратует за стабильность. Те, кто не у власти и стремятся, ратуют за перемены. И дальше следует список. Перемены чего? Перемены лиц. Перемены технологий. Перемены ориентации. Дальше уже не имеет значения. То есть, это испокон веку в избирательной машине всегда так. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь. Элита является носителем иного видения. Тогда возникает вопрос. Во-первых, сколько элит может быть? А ровно столько, сколько есть видений будущего? Вот хотел сказать, это бесчисленная какая-то. Почему-то нет ни одной. Нет, 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 у нас есть. В студии у нас есть. Все, начнем с этого. Еще и важно, чтобы это было уникально твое видение. В смысле, не Курцвейла и Маска, а твое. Вот тобой вы... Опора на себя. Да, опора на себя. Люд, тут есть изменения. Тут есть момент. Нельзя, как говорил Юра, элитой себя назвать или так далее. Элита, как говорил Сережа, это место. Если в стране нет места для элиты, для тех, кто может повлиять, предъявив новое, то ее там просто нет, независимо от того, что есть какие-то мыслители и так далее. Можно продлю, продолжу. Но если элита не может сама себе расчистить место со своими идеями, то зачем такая элита? Нет, здесь есть несколько важных моментов, которые надо озвучить. Момент номер первый. Мы постоянно говорим об элите в позитивном залоге. Это не так. Ее может не быть. Малиновые пиджаки 90-х годов было элитой. С висовым видением бандитским, со своим раскладками и так далее. Со своим порядком. Со своим порядком очень жестким. Но без видения перспективы. Они, Юрий Владимирович, они потом обрели это видение. Они перспективы для себя видели персонально, а не для общества. Они не видели, но тем не менее, я считаю, все-таки это был тип элиты. Вопрос даже не в качестве... Нет, но какая элита, такая страна. Нет, вопрос в монополизации места элитарного. Реально то, что у нас произошло. Вот о том, что уже возникло у нас в разговоре здесь и сейчас, элита по сути своей множественна. Она предлагает и проявляет, и не только, скажем так, озвучивает свое видение. Она живет так. Например, те же самые эко-поселения, они живут. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Они живут так. Они в себе воплощают это видение. Когда в том или ином месте начинают обрезать возможности проявления этих элит и актуализации, тогда монопольно захватываются большевики власть и ее разными методами удерживают. Мы прошли этап захвата власти в 17-19 годах. Мы прошли этап захвата власти бандитами в 90-х годах. Сейчас мы приходим к этапу захвата другими большевиками. Нет, ну тут же очень все просто. Место элиты у нас заняли олигархи. К ним бы не было никаких претензий, если бы они допустили место для иного, для тех, кто видит будущее страны по-другому. Мы же элите, тогда должны противопоставить привилегированный класс, который разными способами занимает позицию, в пользу которой перераспределяется общее достояние. Естественно, заняв такую позицию, привилегированный класс всеми силами удерживает ее незыблемость. Монопольное положение. Незыблемость, несмещение. И с этой точки зрения, привилегированный класс является прямым противником элиты. То есть, привилегированный класс обеспечивает себя привилегией, но не производит ни новых смыслов, ни новых перспектив. Он не формулирует ни разрывы, ни проблемы, не пытается солидаризировать общество, а наоборот, его раскалывают. То есть, вот они удерживают только привилегии. Он производит симулякры. Это то, чего мы начали разговор, то, что государство в смартфоне и автоматизация 60-х годов. Одно и то же. Это симулякры. Они делают еще одну вещь. Они покупают все то, что может стать элитой. Но не для того, чтобы его воплотить. Но не для того, чтобы воплотить элиту. А для того, чтобы ее не было. Отсюда появляется креативный класс, который обслуживает привилегированных. В нашем офисе, на двери, висит табличка «31-й отдел». Не потому, что у нас есть 29-й или 32-й. Это отсылка к нашумевшему в свое время детективу Пере Валё, который назывался… «Гибель 31-й отдела». Это кино называлось. А там называлось «31-й этаж». Идея этого детектива состояла в том, что крупная медиакорпорация по одному начала скупать интеллектуалов-бунтарей. Всех журналистов, которые вели расследования и так далее. Создала им в своем офисе, в своем здании, которое составляло 31-й этаж, абсолютно идеальные условия и абсолютную свободу творчества при одном условии, что распоряжаться результатами этой работы будет корпорация. Чтобы они не покидали эти… «Золотая клетка». Да, им все обещали, что вот делайте стратегии, мы эти стратегии рассмотрим. Вот да, хорошая, но вот добавьте еще. А в это время наступил гламур. Все журналы, которых забрали профессионалов, взяли парикмахерш и так далее, редакторами журнала, и наступил полный рассвет гламура. Это, между прочим, конец 50-х и 60-х годов, где это все только начиналось. То есть он уже это все предсказал. При этом, обратите внимание, что так, как Сергей сказал, что элита – это не имя и фамилия человека, ну, то есть это позиция по отношению к общему. Точно так же и привилегированный класс – это не имя и фамилия. Таблички на дверях привилегированных деятелей могут меняться. Был по Рубей – стал Разумков. От этого ничего не меняется. Это все равно, как мы уже это обсуждали, машина по перераспределению общего в пользу малых групп. И машина эта работает, несмотря на имена людей, которые занимают те или иные кабинеты. А появление новых лиц только добавляет суеты в перераспределение. Тривилированный класс – это не только кабинет в органах госуправления, что тоже очень важно отметить. Это в том числе и некоторая группа лиц, которые находятся вне органов государственного управления. То есть это не только те, которые правительство или Верховная Рада, или администрация. И если мы получаем такую картину, что происходит на последнее время, уже как бы в развитых формах? Прежде всего, конечно, дезориентация, потеря мышления. Дезориентация кого? Общество или как? Дезориентация, она же идет сверху вниз. От правящего, условно говоря, или правильнее сказать, привилегированного класса вниз аж до последнего. Потому что она же распространяется, дезориентация. Утрата всех и всяческих ориентиров. Нет места, которое производит смысл и перспективы. Нет. Запрет мышления. Привилегированный класс, в чем дезориентирован? Он думает, что он правящий. И он думает, что он элита. Он думает, что он элита, и он думает, что он правящий. А на самом деле? Не они правят. Они получают привилегии, а правят не они. А кто же правит? Мы в прошлый раз про это говорили. Ну, смотрите. Мы же на полном серьезе сейчас принялись стратегию, где внешнее управление взято как стратегическая установка. Сегодня Сергей Блох. Да, я сегодня Блох написал. Там черным по белому написано, кто прав. Поинтересуйтесь, стратегия, с кем взаимодействует. И там просто прописано, кто, собственно, отдает команды, заставляет принимать свои нормы, занимается целевым управлением, предъявляет, что вы должны сделать за этот транш МВФ, как вы должны опиратизировать землю, с какими параметрами, какие инфраструктурные предприятия отдать, какие стратегические предприятия отдать. Ну, то есть, как бы, это все объясняют, рассказывают, какие-то мы принуждают. Мы же еще и пионеры. Мы же говорим, а хотите еще и музе? Они говорят, нет, ну возьмите. Ну, возьмите. Во внешнее управление. Это вы сейчас про железную дорогу? Железную дорогу, да. А еще самолеты, а еще, ну, как бы... Скоро, обещают больницы, можем тоже сдавать. Вот, вот, вот. А можно еще больницы. Да, возьмите, пожалуйста. Сереж, ты же... Это я тебя прервал, извини. А ты дальше. Я просто скажу, что, например, дезориентированы социологи со своими опросами, которые через эти опросы дезориентированы населения, что у нас в стране происходит. Чтобы было понятно, социологические исследования не производятся очень давно уже. То есть, ну, такие вообще национальные. Что происходит на самом деле? Просто на это деньги не дают. Деньги дают на вот эти вот опросы. Кто главный? Кого поддерживают? В лучшем случае какие-то омнибусы. Настоящие социологические исследования возможны только в условиях стабильности. Только в условиях, когда мы можем говорить о том, что это состоящее, хоть сколь-нибудь длящееся. Да? Все, что происходит сейчас в условиях убыстрения времени, в условиях дезориентации общества, в условиях глобальной турбулентности, об этом тоже нельзя забывать. И поэтому я, например, считаю, что нет единого центра, из которого управляются там Украина. Да. Существует... Что еще хуже? Еще хуже. Существует несколько невзаимосвязанных, работающих в своих интересах. И так далее, и так далее. Слушайте, если общество удерживает некоторые установки на, условно говоря, достоинство и благородство, то протоэлиты могут появляться в условиях войны и революции. Но если вы шаг за шагом зачищаете добробаты, зачищаете волонтеров, воюете со всякими гражданскими активистами, рассаживаясь в тюрьму, со всякими расследователями-журналистами, так вот, раз, два, третья волна, четвертая, шатуны всяческого рода, фейковые и целые спецоперации, которые СБУ просто разворачивает, целую спецоперацию, куда закидывает людей, дает им возможность себя скомпрометировать, потом арестовывает, то есть, как бы, изначально срежиссированную от первого до последнего. То есть, если вы вот такого рода операции проводите, оказывается, что у вас не может возникнуть элита. И... В принципе, у вас материала для этого нету. Ну, и если то, что вы называете системой образования, находится полностью в идеологии копипаста, то тоже никаких шансов на элиту нет. У вас тогда могут появиться профессионалы, но профессионалы, подготовленные для другого и в другом месте. Я еще немножко про элиту. Знаете, я уже два раза повторил, повторю третий. Элита – это носитель иного видения, но не порождатель. Элита носит другое видение. Порождается оно в других местах. В философских кружках, в литературных группах. Иное видение... В культурных центрах. Да. В культурных центрах. И элита не может сама... Только не в культурных центрах. В центрах искусства – культура – это всегда повторение. То есть, в абсолютно иных формах организации, в микрогруппах, где происходит бурление мыслей, откуда элита может взять эти мысли? Элита – это в этом смысле такая организованная энергия, организованная мыслью энергия. Как опознать? Как опознать? Вот даже выходит, как опознать? Элита он или нет человек? Да, по дискурсу. Вот если он выходит и начинает всю эту мутотень, включите любой телеканал, вечером включите, вот эта мутотень. Вот выходит и начинает контрастировать с тем, что как бы другие слова, другое видение. Иначе устроен, как бы и направлен, как бы его говорение. Вот поэтому можно опознать. Но, как правило, форматы медиа, они убивают эти вещи. Сами медиаформаты построены таким образом, что даже когда ты туда попадаешь, тебя могут пригласить, ты туда попадаешь, вот ты попал до 3 часа. Разговор, да? Сережа, дай я вернусь комплимент, люди. И только здесь, на вашем канале, позволено говорить не так, как принято говорить в телевизоре. И только здесь мы можем попробовать вообще этот такого типа разговор развернуть. Это называется алаверди. Да, алаверди. Я старался. Дина Акрасова, Николай. Да, да, да. Вот у меня возникло устойчивое ощущение от того, что мы сейчас искусственно отрезаны от возможности сформировать элиту, выйти за пределы существующего. Страна замкнута в очень ограниченном круге тем и уровне в рассмотрении этих тем. Это повторяется. Все, что выпадает за это, за этим следит не только власть. Есть еще такое давление масс. О, это опять болтуны, это опять космонавты, это все, надо же делать дело, надо немедленно и так далее. Я думаю, что война это осознанный инструмент с той стороны, чтобы у нас не было элиты. Это потому, что мы тогда думать должны только об этом. И готовиться только к этому. А все остальное это когда-нибудь потом. Но только это потом никогда не наступит. Продолжая то, что Сергей начал говорить в отношении, как определить. Мне легче определить, что не есть элита. В отношении других я определяю, что допустимо он может такой являться. Не проявленный, направленный в середину. Если кто-то начинает говорить, что вот так как вижу я, так как я считаю я, или еще лучше, мы, это единственно правильный путь, и только вот так вот можно, это точно не элита. Это однозначно еще один монополист, который хочет захватить это пространство, стать снова привилегированным классом, убить дракона и точно так же собой накрыть все пространство. Говоря афористически, если вы видите метущегося, сомневающегося человека, раздумывающего, осмысляющего, может быть элит. Если вы видите уверенно в себе человека, который несет с опломбами, вот элита подожрите. Все ждут уточнения. Мягко скажем. Он не может быть элит, он может зайти на то место элита. Да, зайти на это позицию. А сам по себе человек не есть ни элита, ни элита. Он просто образованный элит. Я же сказал, он не есть шансы. Но он может стать элитой, если попадет, если это место есть, и он туда попадет. Мы теперь вот эту беседу, мне что очень важно. Мы обо всем этом рассуждаем не в лицах, а в местах. Место элиты, место мышления. Я хотел бы наметить еще одно место. Это место делателей элиты или управленцев. Вот управленец это тот, кто, имея место мышления, может создавать элиту. Это он понимает, что элита или элиты нужны. И это уже много раз опробованная работа по созданию элиты. Это создание иного образования. Подождите, то есть управленец... Не-не-не, вот мы же не договорились. Я что-то не поняла. Что управление? Место управления. Вместо управления... Не смотрите на менеджерском уровне. Юра говорит не про менеджерский уровень. Сейчас, сейчас, сейчас. Но говорю я и повторяю про это но. Есть две принципиально разные области. Есть область функционирования, есть сфера функционирования. И сфера развития. И прождаются новые смыслы, прежде всего, целостные видения. Там стратегии работают. И прождаются новые образования, с ними проекты работают. Образование в смысле некие объектности, некие процессы, некие организованности, с ними проекты работают. Некие процессы, с которыми бороться программа. И эта сфера развития. Функционирование и развитие жестко разделены. Так что, когда занимаешься одним, не можешь заниматься другим. Жестко. Причем, управленцы готовятся преимущественно для вот этого, для функционирования. Оно нужно. Если вы возьмете структуру западных университетов, хороших, у них кроме факультетов есть школы. Факультеты дают базу. А вот школы, есть школы, высшие школы архитектуры, которые уже постградуэйт, школы, там политическая школа при Гаварде или еще где-то, где обсуждают, где занимаются исследования, не обсуждают и сомневаются. У нас ни одной такой школы, ну, школа бизнеса при Могилянке, но она опять же готовит. Она же просто занимается доготовкой и переподготовкой более высокого уровня или так далее. У нас мест в образовании для обсуждений, для размышлений просто нет. но я все-таки хотел бы довести мысль. Элиты не растут, как грибы. Элиты делаются. Их надо делать, и для этого нужны специальные усилия, специальный подвор, образовательные программы. Отличающиеся от массового образования. И специальное место. Специальное место. И место, куда потом эти образованные элитарные люди могли бы войти в жизнь. И место в жизни для элиты. Вот без этого элиты не будет. И если... Элиты. Элит. И если в нашем обществе даже не ставится задача создания элиты, то сама она по себе не вырастет. Ее не будет никогда. до тех пор, пока задача такая не будет поставлена и не будет расчищено место в социальной организации для элит. У нас одна... Один тип. Я вот не знаю, как его назвать. У нас есть забота о нации. В этническом смысле слова. И те люди, кто заботится и воспроизводит традиции, у нас, в общем-то, считаются элитой украинской. Вот слово украинский относится только к ним, к тем, кто воспроизводит традицию. Но воспроизводство традиции – вещь важная и нужная. Но если она не корреспондируется с развивающими элитами, которые по понятию не могут относиться к этносу, то ничего не будет. Но они искренне уверены, что они есть элиты и на них держится страна. Идем дальше? Да, да, конечно. Элиты не возникают внутри... Да. Элиты – есть еще одно слово, связанное с элитой. с элитой. Это аристократия. Ну, связанное. Связанное, ну, как бы, как смысловая ось. Иногда эти слова дружат, и аристократия может быть в некоторых ситуациях элитарная. В том смысле, что там система жесткого отбора работает. Система жесткого отбора, система образования с учетом перспективы, обучения, целостности, типа, для чего государство, для чего корпорация, для чего рода. Этический комплекс. Этический комплекс. Да, комплекс. Ты уточнишь, что речь идет не про наследственную аристократию. Так, как говорится, про всякую. Про любую. Про любую. Не, не исключительно этот гражданин. Не, не исключительно, пожалуйста. Власть пытается себе вырастить воспроизводящую ее аристократию. При этом в редких случаях власть этого аристократию создает элитарным образом. Самые умные правители создают аристократическую элиту. Самые глупые правители создают двор. Двор, который будет делать короля. Дворню. Дворню. Нас вот это вот привилегированный класс каждый раз превращается в дворню. Причем иногда очень быстро на наших глазах. Вот мы избрали депутатов, их отвезли. Куда там их отвезли? Ну, отвезли. Трусковец. И они из никого превратились в элиту. Прямо на наших глазах. такое преображение. То есть дворня это свита короля. Мы имеем дело со свитами. Свиты между собой могут грызться. Ну, понятно, заблизость к телу. И фактически наши медиа наполнены сварами свит из дворни. Кто кого съел, кто кого там укусил. А не дискурсов смыслов. То есть вся наша весь наш публичный дискурс это обсуждение борьбы свит. Ну, там есть сложные вещи. Это еще и отражение тех процессов, которые на уровне глубин. Есть, например, трагедия крупного бизнеса. Дети превращаются в золотую молодежь, в супер привилегированные группы и не в состоянии подхватить у родителей их бизнес. Мотивации убиваются в ноль. Прожигание жизни, наркотики, секс, рок-н-ролл и все. Не, не, рок-н-ролл не трожь. Уже не рок-н-ролл. Рок-н-ролл это светло. Уже не рок-н-ролл. А вот сочетание секс-наркотики и рок-н-ролл тем более. Но при этом все-таки некоторые из них назначают все равно на места, на которые они не хотят и не могут. Некоторые каким-то образом есть программы в разных университетах, закрытые программы подготовки наследников крупных состояний и так далее. Но на самом деле вот этот весь вопрос, почему монархия плоха. Не потому, что монарх плох, он может быть прекрасен, он может быть тот, кто на самом деле типа Карла Великого. Но вся проблема в том, что у них есть дети. Это проблема в том, что у них есть дети. Лучше было бы стерилизовать сразу. Нет, и они этим детям пытаются передать власть. Что империя Чингиза, что империя Карла Великого все распались, потому что дети не потянули. Потому, что это были не монархии, а тирании. После того, как вы напали на детей, я должна бы сказать, что у нас осталось совсем буквально несколько минуток, может, мы тогда продолжим. Дети невиновны, дети прекрасны, дети есть, все прекрасные дети есть всегда. Весь вопрос, что мы с ними делаем. Я просто хочу сказать, мы на этом можем пока завершить, поставить многоточие и продолжить в следующий раз. Правильно? Ну, вообще-то мы собирались продолжать в следующий раз, но другую тему. Ну, мы можем и к этой вернуться, если вдруг что-то. Если получится к этой, то к этой. Но у нас приготовка на следующий раз. Итак, это была программа из рубрики «Иновидение». И мы вам очень благодарны, что вы были сегодня с нами. И, конечно, мы увидимся в следующую среду. И, конечно, наш партнер медицинский центр «Призма». И мы очень благодарны сегодня нашим гостям. впрочем, как всегда. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.